Всем привет, дорогие друзья! Локомотив проиграл второй матч в чемпионате, проиграл его к Краснодару, проиграл с разгромным счетом 3-0, снова пропустили 3 гола, до этого пропускали 3 от Динамо, тоже сильная команда, и вот снова встретились с сильным клубом, командой, которая претендует на самые высокие места, и в прошлом году боролась за первое место до последнего тура, и вновь мы ушли с поля побежденными. Это не очень приятно, и нужно как следует разобраться в том, что случилось сегодня. Сейчас будет перерыв в чемпионате, будет 2 недели паузы, поэтому роликов после этого 2 недели не будет, и чтобы не теряться, я предлагаю вам подписаться на Телеграм, подписаться на Бусти, подписаться на этот канал, лайк поставить и все такое, чтобы мы с вами не терялись, мало ли что там через 2 недели будет, и где будет следующий контент выложен, потому что Ютуб замедляется, все больше и больше проблем, но любые проблемы можно с вами решить и обойти, поэтому, в общем, все контакты внизу есть, в описании есть, поэтому давайте не теряться и пройдем этот непростой для Локомотива период вместе. На неделе Локомотив обыграл Химки, обыграл блестяще 4-0, все голы забивали воспитанники, эйфория, все здорово, все классно, и команда, которая играла против Химок, это был фактически второй состав. Локомотива дали всем отдохнуть, и, казалось бы, да, никаких проблем с составом на Краснодар не должно быть, но жизнь вносит свои коррективы, и особенно эти свои коррективы вносит Михаил Михайлович Галактионов, который, ну, очень неприятный сюрприз показал в стартовом составе, у меня глаз за него сразу зацепился, сразу об этом написал в Телеграм, и до сих пор не могу понять причину этого изменения. Это Карпукас, который остался в запасе, и на место его встал Артем Тимофеев, который играл полный матч против Химок, и, соответственно, ну, не обладал необходимой, скажем так, свежестью. Карпукас матч пропускал, Тимофеев матч не пропускал, и, казалось бы, ну, выпускать Карпукаса, даже если он в плохой форме, я об этом вам говорил в прошлый раз, что, да, действительно, есть проблемы у Карпукаса с физической формой, ему тяжело, но, тем не менее, без Карпукаса Локомотив играть не может, это краеугольный камень нынешнего Локомотива, и это доказывается просто буквально одной статистикой, когда Карпукас на поле, а это, ну, большая часть времени, большая часть того времени, что Локомотив сыграл, Локомотив пропустил всего три гола, и все матчи, которые, собственно, до матча, Краснодаром, когда Карпукас был на поле, мы выиграли, когда Карпукаса на поле не было, а это, ну, вот до сегодняшней игры, это примерно там 350-400 минут, и плюс еще сегодняшний практически 70-75, мы пропустили уже 9 голов, это огромное количество, это в три раза больше мы пропускаем, когда Карпукаса на поле нет, и вспомните, было все то же самое, когда Карпукас только начинал свою карьеру в Локомотиве, и там была та же самая история, только там Карпукас играл, потом его меняли, и мы пропускали, вот такая вот была история, когда Карпукас только начинал свою карьеру в Локомотиве при немцах, и это повторялось раз, два, три, четыре, пять, шесть матчей, повторялось, и, ну, просто совпадением такое очень сложно объяснить. Да, Карпукас это не лучшая версия себя прямо сейчас, хотя тогда, когда он играет вот эти вот 60 минут, в целом претензий к нему нету, просто, ну, 30 минут выдающегося уровня, и потом после 30 минут плавное сползание на растворение на поле, где его уже нужно менять. Но это полбеды, если бы Карпукаса заменил, например, Марио Митой, схожий по характеристикам с Карпукасом, хотя, на мой взгляд, Карпукас все равно сильнее примерно в любом компоненте, чем Марио Митой, ну, кроме, может быть, сохранения мяча под давлением и выход через дриблинг с разворотом, не знаю, там, между двух-трех, хотя и в этом Карпукас тоже очень сильно прокачался, ну, это было бы, по крайней мере, понятной идеей и понятной историей, но замена Карпукаса на Артема Тимофеева, это, ну, оно невозможно объяснить никакими тактическими изысканиями, никакими идеями о сохранении сил Артема Карпукаса. Когда у нас есть Артем Тимофеев в запасе, мы можем 60 минут играть, 70 минут играть, и если вдруг у нас хороший результат, устраивающий нас результат, и нам нужно его сохранить, мы можем выпускать Артема Тимофеева, засушить игру. В этом идея вообще приобретения Артема Тимофеева, в этом контексте он использовался в матче с Ростовом, в матче с ЦСКА, и в этой идее он был хорош. Да, ну, понятно, можно его пихать на кубковые игры, которые для нас не так сильно важны с точки зрения результата, плюс соперник, ну, мягко говоря, да, там, второй состав Химок, выходить против Дениса Глушакова, немного сейчас нужно умения и мастерства, Артем Тимофеев прекрасно с этим справляется. Ну, по сути, да, вот мы можем использовать Тимофеева в кубке для того, чтобы Артем Карпукас, отдохнувший, выходил в чемпионате. Здесь же мы выпустили его со старта, и, ну, дай, вот, повези нам, засчитай гол Морозова, да, будь там счет 1-1 к 60-й минуте, 60-й, и нам нужно было бы сохранять результат, приумножать его, сохранять, но мы не могли бы этого сделать у нас на скамейке, только Марио Митой, который в атаку, и сохранение мяча, и очень авантюрный футбол, и Артем Карпукас, который тоже, ну, не про сохранение результата, и не про борьбу и чистить все за всеми. В общем, это очень странная идея, и Галактенов тоже, да, ну, я бы понял, если бы Галактенов сказал, да, что Артем Карпукас не готов, Артем Карпукас не может провести эту игру, и поэтому нам пришлось оставить его в запасе. Хотя это тоже, ну, странно, в недельном цикле у тебя игрок не может проводить матчи. Всегда мог, а тут теперь не может, если у него нет никакого повреждения. Что вы там с ним на тренировках делаете? Ну, нет, Галактенов же говорит о том, что мы выпустили Артема Тимофеева, потому что нам нужен был более мобильный игрок в центре поля, посчитали вот они так. Ну, вот такой вот вам мобильный игрок вышел, так что в середине игры, после первого тайма, вам пришлось его заменять. Я не говорю о том, что именно отсутствие Карпукаса стало прям вот главной бедой этого матча. Этот матч вообще, на самом деле, не стал бы сравнивать с Динамовским. На мой взгляд, Локомотив играл нормально. Просто пропускал абсолютно идиотские, абсолютно глупые голы и забивал, но судья не засчитывал. Но это история про то, что мы зачем-то чиним то, что не сломалось. И я могу понять замену на Ростов, когда поменяли Пеняева на Текнезяна, потому что ни тот, ни другой не является системообразующим футболистом. Это футболисты, которые как бы навешиваются на систему и могут что-то в этой самой системе дать новое. Но система образующих футболистов, вот эту вот вертикаль центральную, ну как будто бы не стоит менять просто ради того, чтобы что-то поменять и ради каких-то там тактических ухищрений. Локомотив нащупал свою игру и он чувствует себя уверенно в этой самой игре. И когда ты делаешь вот эти вот невынужденные изменения, получается история про то, что Лантратов выходит, мяч из рук вынимает, и именно Тимофеев оказывается тем игроком, который, не давая пробить Кордобе, скидывает его Виктору Са в гораздо более удобной позиции для удара. Если бы этот мяч достался Кордобе, ему было бы гораздо сложнее отправить его мяч в ворота. Это мелочи. И опять же, ну не могу винить Тимофеева за то, что он попытался выбить мяч у Кордобе. Да, понятное дело, что это ошибка Лантратова и 95% здесь на Лантратове. Но тем не менее, вот из таких мелочей все время что-то возникает. И если у тебя есть игрок, с которым команда не пропускает, с которым команда побеждает, и, ну в целом, очень качественный футболист, ну не надо его менять. Не надо искать добра от добра просто ради ничего. К сожалению, ошибок было много. Это индивидуальные ошибки. Хотя у нас получалось выходить на чужую половину поля. После первого гола мы заперли Краснодар на своей половине. Они пытались выходить. И наш прессинг удавался. Мы выключили Кордобу из игры. Мы на флангах очень здорово прессинговали. Александр Селянов очень много передач перехватил. Удавалось доводить мяч до атаки. Но вот сегодня не пошло. И сегодня мы не смогли забить. И это тоже, опять же, к вопросу про то, что не всегда Илья Самошников будет на правом фланге выдавать супер качественные игры и забивать. Не всегда, да, там на игрте князян будет нас спасать. А выходящий ему на замену Сергей Пеняев на левом фланге, ну абсолютно бесполезен. Но он и на правом фланге не особо лучше. Но хотя бы что-то у него там получается. Какие-то прострелы, какие-то проходы внутрь штрафной у него выходят. Но на левом фланге вообще ничего. И эта вся модель, она, когда катит, когда работает, когда у тебя есть быстрые атаки, когда ты забиваешь, все здорово, все хорошо. Но когда нужно переламывать себя, переламывать матчи неудачно сказывающиеся, неудачно складывающиеся. Когда нужно бороться против сильного соперника, который знает, как обороняться, который знает, у которого просто сильные футболисты на поле. Из этого начинают возникать проблемы у нашей команды. И, ну вот эти вот все вопросы, они так и остаются нерешенными с матча с Динамо. Потому что вся та же история, я по сути могу ее повторять и продолжать. Хотя, опять же, да, в обороне мы сегодня смогли справиться то, что мы пропустили три гола. Но это, здравствуй, Илья Лантратов, который один раз мяч из рук выпускает, другой раз очень плохо принимает этот мяч. И потом вынужден бить по ногам Кордобе. Ну, не вынужден, но зачем-то пробил по ноге Кордобе. Это все абсолютно не вынужденные моменты. Ну и третий гол, это уже раскрывшийся локомотив. И, понятное дело, что Краснодар на контратаке так или иначе может поймать. Хотя и мы были близки к голу. Забей Батраков 2-1. И все в который раз могло пойти иначе. В обороне стало лучше. Сто процентов, да, вот эта вот идея с пятым защитником, который садится. И у нас появляется плотность. Очень здорово сегодня играли с Кордобой. И то, что Кордоба в итоге причастен ко всем трем голам, ну, это какой-то просто вселенский фарт Кордобы и его настырность. Да, ни в первом, ни во втором, ни в третьем случае он, по большому счету, не должен был забивать и как-то влиять на игру. Но вот прет до конца. Но вот в атаке эти проблемы не решены. И эти две недели, несмотря на то, что у нас большая часть игроков уезжает в различные самые сборные, но эти две недели и последующие Галактионову нужно думать. И в тактическом плане особенно думать, что он делает с нашей схемой, с нашей моделью игры. Потому что, ну, края не оптимальны. Илья Самошников прекрасен, но ему неудобно играть справа. И мы это раз за разом в этом убеждаемся. Раз за разом у него мяч оказывается под левой ногой, и что-то с этим мячом надо делать. А что у Ильи Самошникова нету класса и нету правильного понимания. Сергей Пеняев прекрасен, когда играл на позиции центрального нападающего, когда играл рядом со штрафной. Сейчас его вынужденно ставят либо левым полузащитником, либо правым полузащитником. И где Сергей Пеняев, чем он занимается на поле, почему он постоянно рядом с центральным кругом, не знаю, не понимаю. Это нужно исправлять, это нужно фиксить. Ну и, конечно, нужно фиксить проблему с Артемом Карпукасом. Нужно думать, что и как вообще. Может быть, не поедет он ни в какую сборную. Может быть, скажет, что у него повреждения, травма и все такое. Оставят отдыхать, но что-то с этим надо делать. Без Артема Карпукаса нам играть очень тяжело. Либо, опять же, переделывайте схему. Играйте 3-5-2, где роль Артема Карпукаса не так сильно важна. Там у тебя будет три центральных полузащитника. И так или иначе, кто-нибудь из них все-таки может сыграть. Например, Батраков, Баринов и Тимофеев. У тебя в этой тройке есть все компоненты. Не знаю. Грустный матч на самом деле. И грустный от того, что Локомотив вроде играл неплохо. Вроде делал все нормально. Но при этом пропустил три мяча. И теперь на перерыв уходит с плохим настроением. И, возможно, с каким-то вот таким вот раздраем в голове. А может быть, мы недостойны. А может быть, мы на самом деле где-то взяли лишнего. Хотя на самом деле ничего страшного для Локомотива не произошло. И после того, как мы обыграли Ростов, мы имели абсолютно полное право с стратегической точки зрения, с точки зрения борьбы, разложения своих сил на борьбу за чемпионство. Сегодня эти самые три очка не добывать. Мы себе задел создали очень хороший. У нас 15 очков после семи матчей. Это больше, чем два очка за игру. И если мы в этом темпе продолжим играть, а я напомню, что дальше у нас календарь сильно проще, чем эти семь матчей. У нас следующие восемь игр. И там только два топ-соперника. Это, соответственно, Спартак уже в сентябре. И это Зенит где-то там в конце октября. В общем, следующие восемь матчей, которые будут составлять первый круг чемпионата, да, 7 и 8, 15 матчей, они проще, чем сейчас. И если мы будем обыгрывать тех соперников, которые мы обязаны обыгрывать, Паренен, Оренбург, там, Рубин какой-нибудь, у Локмантьева все будет здорово, все будет отлично. Но проигрывать на своем поле Краснодару, не забить ни одного гола и проиграть именно вот так вот крупно с индивидуальными ошибками, ну, честно говоря, очень неприятно. Особенно учитывая, что на эту игру пришло там 13,5 тысяч болельщиков, чуть ли не рекордные за последние годы в чемпионате России, где есть фанайди. Посмотрим еще на следующей неделе, я уверен, что нам представят какие-то усиления, и, вероятно, это будет центральный защитник, вероятно, это будет кто-то в атаку, может быть, Эдгар Севикян, его активно форсили на неделе. Эдгар Севикян, мне кажется, интересной кандидатурой. Опять же, вот в этом матче Эдгар Севикян, ну, как минимум, не был бы лишним, потому что Локомотив почему-то, ну, не бил по воротам, вот забывал о том, что можно пробить по воротам, о том, что не обязательно докатывать мяч до Талова, до того, чтобы вносить его в ворота. Ну, правда, даже тогда, когда били, все равно получалось не ахти, как здорово, и Дмитрий Баринов на последних секундах, там Аккацев спас, и Самошников в штангу попал, и особенно у Алексея Батракова был классный момент, на прессинге перехватили мяч, и Аккацев замер в полупозиции, просто попадая в ворота, или даже кати на Ракова, и было бы гораздо опаснее, но вот Алексей Батраков пробил, и пробил мимо штанга. Ну, хотя, если бы попал, это был бы гол, я, правда, видел комментарий о том, что он там себе вроде как рукой подыграл, и, возможно, этот гол бы все равно отменили, но... Ну, не попал же. Вот Эдгар Севикян, человек, у которого есть удар, удар с левой ноги, которого сейчас в команде ни у кого нету плотного сильного удара с левой ноги, он бы помог, плюс он, скорее всего, бы никак не помешал. Вот помните, в прошлом видео я говорил о том, что немножко опасаюсь, как бы вот эту вот химию локомотивскую пришедший новичок не разрушил, потому что он бы перетягивал на себя внимание, тренер бы его ставил в состав, хотя другие бы не понимали, за какие заслуги его в состав ставят. Ведь все здорово, все классно играют. Ну, вот Эдгар Севикян, это воспитанник локомотива с шести лет в академии, с набора, и болеет за клуб, и отец его болеет за клуб, и вообще уверен в том, что, как и вся команда, он отдавал бы себя на сто процентов до последней секунды, и пытался бы сделать все возможное для того, чтобы получить результат, а если надо сидеть на скамейке, он бы и на скамейке тоже посидел. Опять же, я думаю, что для него в этом плане нету какой-то вот прям вот обязаловки, хочу играть только в старте, нигде еще. Какая, возможно, была бы у того же Маркиниуса, да, вот купили бы Маркиниуса и потратили 5 миллионов, и был бы Маркиниус у нас в старте. Мне кажется то, что для локомотива сейчас очень важно именно психологию, химию и вот этот вот внутренний костяк сохранить. То, что проиграли 3-0, ничего страшного, в чемпионском сезоне проигрывали, ну, может быть, не 3-0, но там 2-0 от каких-нибудь Тосна, от каких-нибудь Амкаров проигрывали, и шли вперед, пройти весь сезон без поражений невозможно. Главное собирать свои очки в матчах с более простыми соперниками, с которыми у локомотива пока все более-менее нормально получается. Да и опять же, еще раз, да, и этот матч, это неплохой матч. Вот матч с Динамо все равно для меня стоит особняком. Матч с Динамо мы плохо провели. В матче с Динамо у Динамо проходили атаки раз за разом, в которых Динамо должно было забивать. Здесь с Краснодаром мы практически закрыли им выход на нашу половину поля, и то, что они забивали, ну, это просто, ну, глупейшие ошибки, индивидуальные ошибки от человека, который, в принципе, за, там, полтора года их практически не совершает. Да, может быть, на выходе это более-менее тенденциозная ошибка Ландратов на выходах. Слаб, мы это все прекрасно знаем, и, ну, уронил мяч, окей, бывает, но вот ошибка в игре ногами, прием настолько жесткий, что Кордоба успевает к этому мячу, но вот это для Ландратова не свойственно, и поэтому я думаю, что, ну, вряд ли эти ошибки будут повторяться. Просто очень обидный матч. Да, в нем есть вещи, которые мы должны себе на уст намотать и придумать, как в следующих играх сделать так, чтобы эти проблемы не оказывали серьезного влияния на игру. Но посыпать голову пеплом, орать на то, что команда не умеет играть, о том, что команда развалилась, позор, и что нужно всех поменять, поменять Ландратова, поменять, там, не знаю, Тимофеев не уровень, этот не уровень, тот не уровень. Ну, как обычно, да, болельщики сразу же, только после Химака готовы были на руках носить, сейчас готовы всех закопать и набрать новую команду. Нет, это абсолютно не нужно, сейчас играли нормально, и если так продолжим играть, если не будем шарахаться из стороны в сторону, я надеюсь, что Галактенов не будет шарахаться из стороны в сторону, то я думаю, что все будет более-менее нормально, а через месяц у нас очередная большая проверка, но на этот раз уже со Спартаком. Такой вот сегодня не очень длинный ролик, говорить не хочется много про эту игру, хочется ее поскорее забыть, вот, поэтому прощаюсь, встретимся через две недельки, уже после Оренбурга, не знаю, когда после Оренбурга выйдет видео, но точно выйдет, скорее всего, просто не на следующий день после игры. С вами был Тим, пока! Субтитры сделал DimaTorzok